СВЕТ МЕНЯ ПРЕДАЛ СВЕТ МЕНЯ ПОБЕЖДАЕТ ЖРЕЦ Комментарии также не изменили ситуацию, и давайте в этом видео рассмотрим, каких ключевых карт лишится этот класс, и какие колоды жреца, скорее всего, мы больше не увидим. Начнем с легендарных карт, и с уходом Унгора жрец лишится пробуждения Творцов. Это одна из первых карт, которая была анонсирована вместе с Унгора, и большинством считалась просто имбой, так как Амара была гораздо более эффективной заменой ушедшему Рено Джексону. Но по факту полноценного жреца на предсмертных рипах в стандарте не получилось. Пробуждение Творцов играло только в контроль присте, а также в АТК, Кабан и в Мехактун жреце, но не являлось ключевой картой, и можно было играть и без квеста. С появлением большого количества АТК колод, надобность в Амаре и вовсе отпала, так как 40 дней здоровья вас могли спасти только от агрессивных колод, но нужно было еще постараться успеть реализовать квест. Также уходит Лира Осколок Солнца, гораздо более универсальная карта, которая на протяжении многих дополнений применялась в разных колодах, начиная с Контроль Жреца и заканчивая Жрецом на Конлонодельне. Особую силу Лире придают Сияющие Элементали, о которых я расскажу чуть позже. С уходом Рыцаря Ледяного Трона Жрец лишится Темного Жнеца Андуина, но очень сильный Рыцарь Смерти, который поначалу добавлялся практически во все колоды Жреца, но лучше всего Темный Жнец Андуин зарекомендовал себя в Контроль Жреце, где принимал активное участие по добиванию соперника. Уходит архиепископ Бенедикт. Карта очень медленная, но ради экспериментов добавлялась в разные колоды, и можно было запросто попробовать выиграть соперника его же колодой, либо просто пережить соперника на фатеге благодаря дополнительно замешанным картам. В силу своей малой эффективности Бенедикт отошел на второй план уже с выходом следующего дополнения. В Кобальтах и Катакомбах Жрецу были добавлены не очень эффективные легендарки Душа Дракона и Темпорус, и париться по уходу этих карт вольно, я думаю, ни один Жрец, конечно же, не будет. Хоть Душа и Дракона и стоят всего лишь 3 маны, но разыграть за ход 3 заклинания не так уж и просто, и в награду получаем всего лишь Дракона 5-5. Уж лучше бы призывался какой-нибудь случайный Дракон, ибо счетчик разыгрывания заклинаний не ограничивался бы одним ходом. Пуша Дракона получилась бы более играбельной, и имбалансно ее назвать было бы нельзя, так как в мете присутствует огромное количество слезняков, которые с легкостью ломают пушки. Но Темпорус переплюнул даже душу Дракона, а разыгрывать этого Дракона ну крайне опасно. Он сперва дает дополнительный ход сопернику, и может легко зауруинить вам даже выигрышную партию. При разыгрывании Темпоруса есть очень большая вероятность не дожить до своего следующего двойного хода. Темпоруса не просто не хочется добавлять ни в одну колоду, его даже при раскопке лучше не брать. Вот такой вот опасный легендарный Дракон уходит в войны у Жреца. Переходим к эпическим картам, и с ухода Мунгора Жрец лишится темных видений. Одно из самых популярных заклинаний Жреца используется практически во всех его колодах. За довольно-таки небольшую стоимость две маны можно раскопать столь необходимые в руке заклинаний. Например, баф или урон для летала. Также найденная из темных видений зачистка может запросто спасти жизнь Жрецу. Уходит чудной сверхкорень, который обладает уникальной механикой по раскопке карт соперника. Чаще всего в ладере легко получается угадать копию карты противника, так как все в основном играют на метовых колодах. На арене же с отгадыванием дела обстоят гаражных хуже. Поначалу чудной сверхкорень играл в контроль и спайд в лужице, но со временем был вытеснен более эффективными картами, поэтому ход сверхкорня вольный вполне логичен. Вместе с рыцарями ледяного трона вольный у жреца уйдет оксидиановая статуя, тяжелая, но очень мощная стенка, которая за свою стоимость в девять маны обладает целым букетом полезных свойств. Это и похищение, и жизнь, и провокация, и предсмертным хрипом уничтожая случайное существо соперника. Казалось бы, вот оно идеальное существо, но нет. В текущей мете можно легко нарваться на УТК колоду, против которой даже несколько обсидиановых статуй тебя не спасут. Все-таки 4 атаки это не так уж много. И обсидиановой статуй сейчас встретишь все реже. Уходят в вольные темные объятия. Это заклинание задумывалось как более дешевая альтернатива контролю разума, но в этом заклинании просто нет никакой надобности. Даже на арене реализовать темные объятия с пользой будет не так уж и легко. С уходом кобальдов и катаком жрец лишится ментального крика. Ну просто топовая зачистка, которой даже не страшны предсмертные хрипы. Используется во многих колодах жреца, не встречишь ментальный крик единственное, наверное, только в спайдфул жреце. Входит сумеречный послушник, который неплохо зарекомендовал себя в контроль жреце с драконами. Также отлично комбинируется с жрецей тьмы, и всего лишь за 9 маны можно своровать любое существо. Также из эпических в зал слабы уходит сверкающий мотылек. Карта практически не встречалась, так как колоды четного и нечетного жреца в принципе не заиграли. Просто халявная пыль. Среди эпических карт огромные потери для жреца будет, пожалуй, только уход темных видений и ментального крика. Переходим к редким картам, и с ухода Мунгора жрец лишится кристаллического оракула. Элементаль с пресмертным хрипом неплохое сочетание, но полноценного элементаль пресста, так же как и жреца на хрипах, не получилось. В метовых же колодах кристаллический оракул смотрится слабо. Уходит нечто из янтаря. Карта средняя, но в силу того, что это очень дорогое заклинание аж за 8 мана, неплохо зарекомендовала себя в спайдху у жреца. Проблема только в том, что эта колода сейчас практически не играет. Не станет у Зунгора и Призывателей Миражей. Не очень популярная карта, добавляется в основном УТК колоды, и то только в виде одной копии для копирования предсмертных хрипов и более быстрой прокрутки колоды и выполнения квеста. Рыцаря Ледяного Трона принесли жрецу гораздо более играбельные вечное служение и сущность тени, которые сперва неплохо зарекомендовали себя в Биг Престе, а затем и в жреце Склонодельни Зерока. А вот пожирание разуму аналогично украденным мыслям в ладере не заиграло. С другой стороны, когда у вас не так уж много карт в руке, то получить украденные мысли или пожирание разума с лирой было бы всегда неплохо. Но брать подобную карту можно единственное, это только на ареву. К тому же, зачем брать дорогое пожирание разума, когда есть более дешевые украденные мысли? Пусть и даются украденных мыслей на одну карту меньше. С приходом Кобальдов и Катакомб жрецу были добавлены три редкие карты, которые нашли свое применение в абсолютно разных колодах. Оберег Малый Алмаз наряду с Вечным Служением и Сущностью Тени неплохо зарекомендовал себя сперва в Биг Престе, потом в УТК Жреце Склонодельни. Вестник Заката топовая зачистка для контроль жреца, где всегда найдется парочка другая драконов для синергии с ним. И Зов Сумерек также используется, но уже в УТК Кабан и Мехактун Жреце. С помощью Зовы Сумерек можно легко воскресить существ предсмертным хрипом и продолжить на них прокручивать колоду. К тому же воскрешенные Зовы Сумерек существа выполняют квест. Среди редких уходит очень много хороших карт, но прям крутых, которые применялись бы практически в каждой колоде, выделить не получается. Переходим к обычным картам и из Унбора уходит Сияющий Элементаль. Весьма неплохая карта, которая неплохо синергирует с Лирой. Активно используется в Малегос Велен Престе, где без удешевления заклинаний нанести летал сопернику будет намного сложнее. Сияющий Элементаль имеет абсолютно такой же эффект, как и Ученица Чародея Мага, а то, что он является Элементалем, по сути, никакого значения не имеет. Также уходит Тартольская Стражница и Связующая Спираль. Их уже практически не встречешь в Ладдере, но попытки их использовать, конечно же, были. Карты довольно-таки средние. Вместе с Рыцарями Ледяного Трона у Жреца уйдет Астральная Плеть. Большим плюсом этого заклинания является то, что под увеличенным уроном от заклинаний, вместе с уроном увеличивается и лечение. Неплохо проявляет себя в сочетании с Талласом, Малегосом и Веленом. В какой-то степени альтернатива Астральной Плетью уже вышла, и это Божественный Гимн. Уходит Прислужница Тени. Сейчас это не очень популярная карта, хотя в свое время нашла себе применение в Спайтфул Жреце и в агрессивных темповых колодах Жреца. А вот Служитель Агония так и не заиграл ни в одной метовой колоде. Встретить его можно, пожалуй, только на Ирине. Вместе с Кобальдами и Катакомбами уйдет Золоченая Гаргурия. По своим статам карта не очень сильная, но дает заветную для Лиры монетку, которую можно будет заменить на более полезное заклинание. Но даже с выставленными на стол сияющими элемами полноценного Миракл Жреца не получилось, хотя порой получалось найти немало заклинаний и даже найти рандомный летал. Золоченая Гаргурия с элементами Миракл Приста часто встречается в Малигос Велин Жреце. Также с Кобальдами уходит неопознанный Эликсир и Псионный Зонд. Карты не очень популярны, в особенности Псионный Зонд. Из-за своей не такой уж большой стоимости эти карты неплохо получить для прокрутки заклинаний с Лирой. А вот полноценное место в какой-нибудь метовой колоде для этих заклинаний вряд ли найдется. И что как итог мы имеем? Популярные на текущий момент Жрец на Стенках и Малигос Велин Присту идут в Вольный. Без воскрешения эти колоды представляются уже слабо. Также значительно пострадает контроль Жрец. Из темного Жнеца Андуина он лишится главного Вин Кондишена. Из текущего Паганище уже не сможет реализовать ОТК-комбинацию Мехактун Жрец, а без сияющих элементалей свою комбинацию не реализует ОТК-кабан Прист. Также в стандарте исчезнет и квест Прист. Но есть в этом всем и плюс. Из-за ухода в Вольный такого большого количества метовых колод будет открыт путь для новых и, надеюсь, не менее интересных колоды Жреца. И Жрец будет продолжать радовать нас своими победами во имя света. Ну а если видео вам понравилось и вы бы хотели, чтобы я сделал обзор и аналитику уходящих карт других классов, то ставьте лайк, пишите в комментариях, на какой класс сделать обзор, участвуйте в голосовании справа сверху и выбирайте понравившийся класс среди оставшихся. И до встречи уже в следующих видео. Всем удачи и пока. Во тебе я обрету отмщение. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok